Привет, красотка! Буквально вчера я осознала, что вообще-то близится пора выпускных, и вообще-то уже почти середина июня. Просто, знаете, погода за окном, она как бы говорит об обратном. Будто время с 5 идет, и мы обратно в весну, возвращаемся в зиму. Я не могу сказать, что это лето. И сегодня уже я снимаю, передо мной стоит кольцевое освещение, передо мной стоит камера. Это значит, что будем снимать макияж на выпускной. А более того, я решила сделать еще и прическу на выпускной, такую, которую повторите вы дома сами. Макияж я постараюсь сделать универсальный, который будет походить под любой цвет глаз. Более того, используя трендовые техники, используя трендовые цвета. Если бы я сейчас пошла на выпускной, я бы сделала такой макияж и такую прическу. Собственно, поэтому я назвала видео, если бы я сейчас пошла на выпускной. Так что, да, не будем тянуть. Также за время видео я поделюсь с вами несколькими лайфхаками для выпускного. Первым делом я сделаю хвостик, чтобы волосы не мешали созданию макияжа. А вторым делом, девочки, может быть неожиданно, но я сделаю пилинг лица. Абсолютно любой скраб, который у вас есть для кожи, можно его сделать самим, просто погуглите. Главное, чтобы у него были мелкие частички. Это, я считаю, неотъемлемая часть перед какими-то важными событиями, когда вы хотите, чтобы ваш макияж продержался долго. Кожа лица должна быть немного увлажнена. Буквально в течение двух-полутора минуток мы вот так отрастираем нашу кожу. Скраб безумно щадящий, то есть никаких повреждений не будет. Но зоны прыщей, ран, пилинг лучше не делать. А так по всей коже таким вот массажиком проходимся. Итак, скраб мы смыли. Кожа заметно стала более гладкой даже просто на прикосновение. Девочки, этот лайфхак лучше не пропускать. Когда кожа окончательно подсохла, мы берем увлажняющий крем и буквально немножечко... Где он? А, вот крем. Немножечко наносим на все лицо. Успокаиваем тем самым кожу, увлажняем ее. Что еще из ухода на этом этапе? Я бы смазала губы бальзамом. Кстати, на выпускной, на какие-то такие события я не рекомендую использовать матовые помады, потому что они будут сходить кусками, они будут сходить неравномерно. Вам постоянно нужно будет смотреть в зеркало, переживать, что произойдет после там глотка сока или кусочка пирожного. Ждем некоторое время, пока кремик наш питается. Тем более, что в день выпускного времени у вас много. Не торопитесь. Начинайте макияж не за час до выпускного, но и не за 8 часов, как это девочки там делают некоторые. Боятся, что не успеют. И прямо с утра, когда праздник в 5 вечера, начинают делать макияж. Тоже так не надо делать, потому что постоянно будете смотреть в зеркало, думать, что подправить, что-то будет течь, что-то там еще произойдет. Пока что у меня впитывается крем, отвечу на насущный вопрос. Визажист или дома? Парикмахер или дома? Я голосую за дома. Ну, то есть делать все самим, самой. Во-первых, я за всю свою жизнь в сфере бьюти-индустрии встречала настолько мало классных мастеров, к которым хочется вернуться и которые знают, что тебе нужно. Мне намного более спокойно делать все самой, знать, что мне нужно. Лучше заранее потрепетировать что-то, точно знать, какой будет следующий мой шаг. Но не полагаться на руку мастера, который может быть просто не в духе именно сейчас, там, сделает что-нибудь тяп-ляп. У вас не будет времени или не будет силы воли даже, чтобы сказать, что мне не нравится, переделайте. Будете весь день расстроены, весь вечер ваш уйдет на смарку. Ничего сложного, как мне кажется, нет в том, чтобы посмотреть кучу роликов на ютюбе. Ютюб летовый существует, девочки. И научиться делать свой идеальный макияж, свою идеальную прическу. Более того, вот по моему опыту, чем прическа на самом деле проще, чем она естественнее, тем она и гармоничнее с вами, тем она красивее. Без всяких этих лакированных там домиков на голове. Просто локоны, просто объем, просто красивые уложены волосы. Итак, крем мой впитался, и следующим этапом я наношу базу под макияж или праймер. Называйте, как хотите, этот пункт никогда не пропускайте на выпускном макияже. Потому что это тот день, когда макияж должен максимально долго продержаться. Не только день, но и ночь. И особенно уделите внимание, знаете, каким местам? Вот этим. То есть это носогубная часть. Потому что именно здесь макияж хуже всего держится. Но тем не менее, несмотря на важность этого продукта, не наносите его толсто. Потому что он должен лечь тоненькой-тоненькой вуалью, пленочкой. И дальше с нашим тональником никак не перемешиваться. То есть он должен быть независимым слоем. Просто очень тоненькой такой масочкой покрываем все личиком. И снова нужно будет ждать. Отлично. Следующим пунктом я убрала бы лишние волоски, если они у нас есть. Просто подвыщипала бы бровки. Но очень аккуратно, девочки, не приборщите. Просто если есть они, то пока наша база под макияж впитывается. Ну что ж, поехали. Главное тут подходить к этому вопросу абсолютно точно так же, с такой же спокойной душой, как и к ежедневному макияжу. Ничего страшного не произойдет. Советую использовать в этот день максимально стойкий тональный, который только у вас есть. У меня это 100% MAC Fix Fluid Studio Fix. Более плотного, стойкого, долговременного, долгоиграющего, как мой дедушка говорит, продукта. Я вообще не встречала, мне кажется. Он прекрасно в один слой перекрывает все вот эти, ну вы видите сейчас, да, на лице неровности, венки, капилляры, покраснения, вот это вот все. Мне одного слоя полностью достаточно. Этот тональный крем можно наслаивать. То есть если у вас очень проблемная кожа, если есть какие-то видимые моменты, которые нужно перекрыть сильно, и один слой с этим не справляется, можно его наслаивать. Ну и вещь, конечно же, которая должна быть у вас 100% на вашем выпускном с собой в дамской сумочке, это пудра. Потому что блестеть вы там точно будете, потому что там все самые разные чувства, которые на выпускном можно испытать, просто будут. И грусть, и печаль, и безумное веселье, и радость. И, конечно же, все это отражается на нашем личике. Я сейчас просто в один слой, на самом деле, наношу пудру именно на Т-зону, это то место, где у нас быстрее всего появляется блеск, где быстрее всего кожа жирнится. Если кожа ваша прям сильно жирная, еще советую взять матирующие салфеточки с собой. Ну вот у нас и чисто личико. Перейдем к контурингу небольшому, буквально затемнению скул. Я использую на самом деле, стыдно признаться, одна из любимых моих палеток из H&M, безумно универсальная. Ну вот эти два я не использую вообще никогда, а вот эти четыре постоянно. Если я делаю контуринг, чаще всего я делаю ими. Лучше наносить немного и потом добавлять, нежели сразу же переборщить. Остатками проходимся возле лобика. Акцент, как вы понимаете, у нас сегодня будет на глазах и на комбинации цветов. Я хочу сделать так, чтобы цвет, который я сегодня выбрала, а это красный, красный бордовый, он у нас отражался и на тенях, и на румянах, и на губах. Но с разной насыщенностью, с разной сочностью, и так, чтобы это все издалека очень смотрелось, да и вблизи, очень гармонично. На этом моменте мы с лицом остановимся. Конечно, у нас будет еще хайлайтер и румяна, но сначала я поработаю с глазами, чтобы не переборщить. Потому что очень важно замечать, насколько насыщены у тебя глаза, брови, и в соотношении с этим добавлять цвет на само лицо. Давайте оформим бровки. Что я советую делать с бровями? Минимальные просто махинации я рекомендую делать, это уложить брови и немножечко заполнить пустоты. И снова уложить. Немножечко ждем. И затем я буду прорисовывать карандашиком, вам как удобнее. И растушевываю все, чтобы не было никаких графичных линий. Сравните, да? Вот это не накрашенная бровь, это накрашенная. То есть я добавила буквально пару штрихов. Конечно, все на ваш вкус и цвет. Если вы обожаете графичные брови, черные, очень темные, очень вырисованные, то пожалуйста. Но я бы посоветовала каждой чертой вашего образа демонстрировать легкость, воздушность, невинность. Тем более, что акцент у нас главный будет на глазах. Мои брови готовы. И я перехожу к глазам. И очень важный момент, девочки, это база под тени. Макияж глаз с базой продержится намного дольше. Пока что расскажу примерно, что мы будем делать. Это вот такая палетка. У меня не обязательно вам использовать точно такую же, потому что здесь я буду брать всего лишь три цвета. Вот этот, вот этот и вот этот. Ну, также буду использовать коричневый, но коричневый вы можете встретить в абсолютно любой палетке для бровей, для глаз, неважно. Давайте нанесем базовый оттенок. Любой молочный, белесый, телесный цвет, просто чтобы выровнять вот эту вот нашу подложку от тени. Ну и переходим к самому яркому акценту этого макияжа. Я набираю вот такие вот тени яркие. Наношу на все подвижное веко. Берем другую кисточку, чистую, и уже используем вот эти два оттенка. Смешиваем между собой и выделяем складку века и внешний уголок глаза. И время для самого интересненького. Мы берем вот этот оттенок, вот этот оттенок. Перемешиваем. И вообще желательно в этот момент намочить кисточку. Я ее намочила Fix Plus Prep and Prime от MAC. И блестки, девочки, мы наносим очень аккуратно. Прямо вот прикладывая кисть. А затем, очистив кисточку от вот этого вот красного блестящего пигмента, наносим хайлайтер. Я использую вот этот оттенок на внутренний уголок глаза. И ватной палочкой растушевываю этот хайлайтер немного на подвижное веко, но совсем чуть-чуть. И финишируем мы все это дело вот такой вот невероятно красивой бордовой подводкой. У меня это NYX. Я все-таки решила закончить эту стрелочку черной подводкой. То есть бордовый плавно перейдет в черный. Вот такой вот глазик у нас получился. Теперь дело осталось за малым. Повторить то же самое на этом глазу. И все. Вот я к вам и вернулась. Вот что у меня сейчас на руке происходит. Осталось, конечно же, тушь. Тушь я советую использовать водостойкую. Очень-очень аккуратно надо прокрашивать реснички, чтобы они не отпечатались на наших тенях. Чтобы вы не психанули, не подумали, что блин, зачем я все это только что рисовала, если тушью задела и все. В любом случае, даже если вдруг, не дай бог, вы тушью заденете веко, постарайтесь не паниковать. Первое действуйте. Первое правило не паниковать. А во-вторых, взять сухую ватную палочку, подождать, пока тушь высохнет на веки и постараться вот аккуратно, просто прикосновением убрать лишнее. Как я и говорила, я хотела бы, чтобы гармонировали наши тени. Я набираю вот такие вот румяна. Они кажутся достаточно яркими. Но я их очень хорошо встряхиваю на руку лишнее. Ну, вы видите, как совершенно по-другому заиграл наш макияж. Как вот это вот согласование цветов сделало его более гармоничным. Немного сняла вот этот перегруз с глаз. Главное, не переборщите. И румяна это не только щечки, но еще немного носика. Немного вот здесь вот. Но это совсем чуть-чуть прям остатками, знаете. Чтобы не было два вот таких вот круглых пятнышка. Использую тот же хайлайтер, что и в уголке глаз. Очень красиво будет смотреться на фотографиях. Но в то же время с хайлайтером не переборщивайте, когда у вас сильный макияж глаз. Чтобы макияж не смотрелся грязным. И губы я на самом деле оставила бы с блеском. У меня это вообще будет бальзам от Himalaya Herbal. Но чтобы немного добавить цвет, можно взять карандашик в цвет ваших губ. Немножечко выделить их по форме. Сами выбирайте насыщенность. Как вы видите, я вообще люблю бальзам. В этом плане, потому что он дает такой блеск. Не сильно диско-шар, прям знаете, который отражает в себе все и вся. А просто такой легкий, естественный, природный блеск губ. И еще и ухаживать за вашими губами все это время. Мне уже не терпится сделать одно действие. Вот оно. Все, мы готовы на выпускной. Немножечко я забыла про прическу. Я вам говорю, прическа будет наилегчайшая. Я вам просто предлагаю завить ваши волосы вашим удобным, классным способом проверенным. Для меня это не смейтесь, пожалуйста, что она присутствует в каждом моем видео, но это моя любимая бейбилист. Плойка, которая сама делает вам локоны. Я серьезно думаю, что я на свадьбу захочу делать локоны именно ей, потому что, ну, она делает невероятный объем и невероятно долго это держится. Если у меня это держится 3-4 дня, то поверьте, на весь ваш выпускной вечер, день и утром точно хватит. У меня сейчас волосы немного завиты ею. Это, кстати говоря, как раз-таки третий день. Я вам хочу просто показать, потому что очень много вопросов. Девочки многие думают, что она очень сильно зажевывает волосы. И это абсолютно не так, просто нужно правильно ею пользоваться. Она на самом деле не оригинал, то есть есть бейбилист настоящая. Это подделка из Китая, но, по-моему, эта подделка лучше, чем оригинал. Потому что на ней есть экран, на ней есть регулировщик тоже накрутки. В левую сторону, в правую сторону, так, чтобы пряди были от лица. Можно точно так же настраивать градусы, я всегда выбираю 180. И модель, то есть насколько закрученные мы хотим локоны. Я делаю 12 секунд, чтобы она не зажевывала ваши волосы. Берите пряди, которые хорошо расчесаны. Во-первых, изначально волосы должны быть хорошо расчесаны. Во-вторых, они не должны быть большие. Вот видите, она у меня не такая большая. Мы закладываем локон ровно посередине, вот в это вот гнездышко, вот прямо сюда внутрь. И закрываем. Она все забрала, она съела локон, ничего не застряло. Вот такая прядь на 12 секунд. Сейчас вам покажу, что бывает, когда она заедает волосы. На самом деле, это не очень приятный момент. Это когда вы берете слишком толстую прядь, например, вот такую. Хотя, может, она ее возьмет? Нет. Вот, она предупредила о том, что она зажевала. И мы достаем волосы. Можно вообще оставить волосы, на самом деле, распущенными, но, по моему опыту, вы на празднике будете постоянно на них обращать внимание. Будете думать, а где у меня лежит эта прядь? А что вот так? Нужно поправить. Сейчас фотография. Нужно сделать вот так. А объем есть? А может быть, вот так сделать? О, боже мой, здесь много волос, здесь мало. И начнется вот эта вот фигня. Короче, замечательный вариант. Убирать часть волос наверх и часть волос оставлять внизу. Как мы это делаем? Просто вот так. Все гениально просто, девочки. Наверху волосы расчесываем. Делаем вашей любимой резинкой. Может быть, это будет какая-нибудь праздничная заколка, кстати говоря. Если вы хотите какую-нибудь изюминку добавить, то это может быть не обычная резинка, а какая-нибудь незаметная резинка, а сверху заколка вставленная красивая. Самое главное, вытянуть немного прядей, чтобы прическа оказалась более объемной. Можно образ обыграть с серьгами красивыми, то есть висючками какими-нибудь. У меня это сегодня вот такие вот мои жемчужинки любимые, маленькие. И все, девочки. Если бы сейчас я пошла на выпускной, если сейчас у меня будет какое-то важное мероприятие, допустим, более праздничное, чем просто поход в кафе, например, я бы сделала такую прическу, сделала бы локоны, такой макияж и чувствовала бы себя просто замечательно, потому что это совмещение и комфорта, то есть у вас волосы наверху, уши открыты, вам не нужно будет перед каждой фотографией думать, как там сделать волосы здесь, направо-налево, какой пробор. У вас прическа просто стоит, она не требует поправки никогда. И макияж безумно выигрышный к любому платью. Вот так вот все просто, смотрится очень естественно, я хотела добиться такого вот эффекта здоровой кожи, молодой, подчеркнуть просто достоинство. И все это очень легко можно сделать дома самой. Мой совет по выбору выпускного платья, если вы вдруг еще не выбрали, забейте на тренды, забейте на то, что модно, забейте на то, что выбирают ваши подруги. Просто задайте себе вопрос, какой вы себя видите. Это мини-платье, это миди, это в пол, это открыта спина, это декольте. Потому что нет красивей девушки, которая сама знает, что я сейчас комфортно и хорошо. Ни с кем себя не сравнивайте, вы настоящие красотки. И в этот день улыбайтесь чаще, просто улыбайтесь всегда. Во-первых, вас будут фотографировать, во-вторых, это действительно тот день, который нужно запомнить. Выпускной бывает раз в жизни. Что за трогательный момент вообще? Еще же будет видео-вопрос из Инстаграма. Добрый день, Александр. Я хотела бы спросить, как вы отметили свой выпускной, как вы выглядели. Может быть, у вас есть какая-нибудь интересная история? Будет очень интересно послушать. И заранее огромное спасибо за ответ. Девочки, я в свой выпускной сделала все наоборот. Противоположно тому, что только что вам говорила все видео. Репетировала, репетировала. Причем прическу офигенную себе сделала, сама нашла. И в последние три что ли дня я решила, что нет, мне нужно куда-то пойти. Все-таки мастер сделает мне лучше. И это было самое тупое решение в моей жизни, потому что я записалась на макияж плюс прическа, на мои волосы, представляете, за час до выпускного. И получается, мне за час нужно было мало того, что все это сделать, так еще и как-то добраться до самого места празднования. Это абсолютные два разных района моего города. В Нижнем Тагиле это было. И еще это был вечер, и были пробки. И я опоздала на собственное выпускное, я опоздала на вручение медалисток, потому что у меня была золотая медаль, и меня поздравляли на сцене, и моя мама вышла одна. Вот моя смешная история. Бабушка моя сказала, что моя прическа не стоила того, что я опоздала. Это были просто обычные кудрявые локоны. Бэйби Лиз сейчас бы сделала намного лучше. А макияж был просто самый обычный какой-то нюдовый и накладные ресницы. Ну, типа, понимаете, это ни разу не стоило того, что произошло. У меня было длинное красное платье. Я его заказывала с интернет-магазина, это был мой первый заказ, и заказала я его, наверное, за месяца три до выпускного. И потом продала одной из моих подписчиц. Вот такая вот у меня история. Надеюсь, что у вас таких историй не будет. Ну, в любом случае, это весело, знаете, я нисколько не жалею. Все, будем заканчивать уже это видео, оно уже получилось очень длинным. Моей красотке-выпускнице желаю вам замечательного выпускного, замечательного праздника, успешного дальнейшего поступления в университет. У вас уже взрослая жизнь начинается. Ну, а всем моим красоткам просто замечательного яркого лета. Я как будто бы прощаюсь на все лето с вами. Нет, мы с вами увидимся уже в следующее воскресенье. Я вас очень сильно люблю, и улыбайтесь чаще, а особенно в свой выпускной. Пока-пока!